Целую неделю, начиная с 8 сентября, Брест жил в ритме театральной осени. Фестиваль «Белая Вежа» вновь сделал областной центр местом встречи творческих людей, площадкой обмена новыми, необычными решениями. Это то событие, которое собирает и профессионалов, и любителей настоящего искусства под одними сводами, чтобы подарить незабываемые моменты встречи с высоким и прекрасным. Я думаю, что наш фестиваль будет тоже своеобразной одой Бересте, Бресту, его жителям. В этом году много театров из городов-попротивов. Это и Польша, и Украина, и Россия, и Болгария, и Грузия. Ну и еще масса интересных коллективов из других городов, из других стран, всего 13 государств. Я думаю, что программа любопытная, оригинальная, разнообразная. И та программа, которая, я думаю, будет удивлять и радовать наших зрителей. 24-й фестиваль «Белая вежа» показал, что театральное искусство продолжает развиваться. Режиссеры и постановщики не боятся смелых экспериментов. Они виртуозно сочетают мультимедиа, технологии, света и музыкальную аранжировку, создавая такие произведения искусства, от которых невозможно оторвать глаз. То, что под занавес фестиваля на площадке академического театра «Драма будет представлен настоящий балет» стало поистине сюрпризом для ценителей Мельпомены. Государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Васильева смог приятно удивить брещан и гостей города. Такое сочетание игры и танца в одном произведении получило высокую оценку критиков и зрителей. Молодые хорошие солисты, и каждый из них, естественно, вносит что-то свое. Ну и все-таки, смотря этот балет, невозможно не вспомнить еще и балет Елизарьева, который использовал ту же музыку, но Петров был вынужден даже дописать какие-то другие странички, потому что там этот балет был прочитан совершенно иначе. Вместо просто юмористических, пародийных, милых картинок Эфеля перед нами встала картина трагического сотворения мира, доведенная до апокалипсиса. И снова с надеждой на возрождение, на то, что возродит Ева как женщина-прародительница Земли. Постановка, мне кажется, очень интересная. Великолепные декорации, прекрасные актеры, вообще такой очень красочный, яркий. Можно не читать либреты, и абсолютно все понятно. Это такая наша история, которую, в принципе, не знать, ну, узнать ее таким образом просто вот замечательно. Вообще, фестиваль «Белая Вежа», мы ей благодарны за то, что видим такие спектакли, за то, что есть возможность здесь побывать. Закрывая очередную страницу театральной жизни, организаторы «Белой Вежи» уже продумывают новый формат проведения следующего праздника искусства, который, к слову, станет 25-м, юбилейным. Пока, конечно, приоткрывать завесу тайны авторы проекта не спешат, но обещают, это будет что-то очень творческое и запоминающееся. Завтра, после подведения итогов, сразу же начнется работа по подготовке 25-го юбилейного фестиваля, для того, чтобы этот фестиваль прошел на высоком организационном и творческом уровне. Начнется отсмотр коллектива, начнется, скажем так, отсмотр спектаклей, которые можно выбирать. Ведь фестиваль, он подразумевает не просто легкое просмотр, а действительно интеллектуальное творчество, интеллектуальное искусство, которое достойно уровня фестиваля. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Двор Букуноченко, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.